Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Очень люблю обсуждать и рассказывать про витрины итальянские. Посмотрите, вчера мы видели желтую сумку, сегодня мы снова видим желтую и синюю сумки. И, возможно, если вы невнимательно смотрели вчерашнее видео, вы могли бы подумать, что сумка та же самая. Я, если честно, сама подумала, когда проставляла монтажную ленту. Ну что ж, мы находимся перед витриной Max Mara S. Я говорила, что у нас очень странный локдаун. Все люди, которые работают в магазинах, продолжают работать. Единственное, что покупатели не могут зайти. Магазины работают дистанционно. Они не работают онлайн, они работают по так называемому платежному линку. Очень интересная система платежа, очень простая. И многие магазины, точнее большинство, так работают. И, соответственно, обновляются витрины. Давайте посмотрим, что интересное мы можем здесь увидеть. Первое, на что хочу обратить ваше внимание, это брючный костюм. Посмотрите, снова как интересно подбираются аксессуары. Пуговицы черные и кроссовки, подобранные с черным элементом. Обращайте внимание на пуговицы и на аксессуары, на металл аксессуаров на вашей одежде. И, точнее, на металл фурнитуры. Это вам будет хорошей подсказкой для того, чтобы образ сложился и был очень гармоничным. Платье, цветочный принт. Но само платье, точнее его длина, как я люблю говорить, мне кажется невнятной. Такая длина редко кому идет именно в таком фасоне. Подобное платье должно быть до середины лодыжки. Оно будет хорошо смотреться в макси варианте, либо в мини. А вот середина колена, как правило, для такого рубашечного фасона не очень удачно. Посмотрите, снова цепи. Мы их уже много раз встречали. Давайте посмотрим на левый образ с тренчем. Он интересен своей неинтересностью, потому что такой образ встречается очень часто на улицах. Но я знаю, что, возможно, многим будет сложно его повторить. Это, конечно, контрастный образ тренч светлый, а джинсы достаточно темные. Здесь используется красивое сочетание цветов, бежевый, голубой. А полоска на тельняшке, она тоже бежевого цвета, то есть она поддерживает цвет тренча. И, в общем-то, если вы будете носить тренч, таким образом имейте в виду, что для создания такого образа вам понадобятся подвернутые, либо укороченные джинсы, самые обычные кроссовки, либо кеды. Но кроссовки в данном случае будут смотреться лучше. Они будут своим объемом создавать контрастность вашей тонкой лодыжки, которую вы откроете при помощи того, что подвернете джинсы, либо они будут у вас укороченные. Но имейте в виду, что тельняшка – это всегда очень хорошо сочетаемая вещь именно с тренчем любой длины. Шляпа стала неотъемлемым аксессуаром моей жизни. Я сейчас ношу больше кепки, потому что они мне удобнее, потому что я много путешествую в поездах, и часто езжу в Венеции. В Венеции шляпа просто может сдуть, и она безвозвратно покинет твою голову. И снова хочу обратить внимание, что шляпы из соломки, либо из прессованной бумаги, которые имитируют соломку, летняя женская шляпа может быть в том числе и женская, то есть она может выглядеть как женская шляпа, так выглядеть, что мужчина ее никогда не наденет. А шерстяная шляпа в женский гардероб вписывается гораздо удачнее и более универсальной является, если она повторяет мужскую модель, то есть является не широкополой, имеет классический мужской, скажем так, вид. Витрина Патриция Пеппе, и здесь мне интересен мыс. Посмотрите, Патриция Пеппе предлагает как закругленный классический мыс, к которому мы привыкли, так и квадратный. То есть то, что касается обуви, обувь остроносая, круглоносая, с квадратным мысом, вся эта обувь предлагается нам сказать, что какая-то более популярна и на какой-то настаивают, допустим, витринисты, сказать нельзя. Все, в общем-то, будет зависеть исключительно от наших предпочтений. От себя могу сказать, что остроносая обувь, ее очень неудобно носить. Я думаю, квадратный мыс также, круглоносая обувь самая универсальная. Нахожусь перед витриной Манго и показываю вам жилет трикотажный. На этот жилет я обратила внимание, когда наблюдала за своими стритстайлерами. Некоторые уже носят, и носят очень успешно. Вообще вот такие трикотажные костюмы, они очень хорошо смотрятся. Они, как правило, недешево стоят, потому что даже в масс-маркете они предлагаются из кашемира, либо кашемиры шерсть. Чуть лучше видно модель подобного трикотажного жилета в темном цвете. Модель идентична. Посмотрите, обратите внимание, можно составить очень красивые многослойные образы именно на теплую весну, но еще не жаркую. Очень много комбинезонов из денима и просто тканевых комбинезонов. И, возможно, я в этом году решусь и куплю себе комбинезон. Мне очень понравилась мужская витрина. Здесь бы я обратила внимание на то, что образ замкнутый. Посмотрите, цвет кроссовок полностью повторяет цвет пальто. И я очень люблю, когда джинсовую куртку носят под пальто. Это смотрится нетривиально, при этом тебе тепло и выглядишь стильно и классно. Цветочный принт. Его много как никогда. Фуксия присутствует практически в любом магазине, на любой витрине. Платье-рубашка практически не изменилось. Если у вас с прошлого кода есть, носите. Современное платье-рубашка, на мой взгляд, выглядит несколько хуже. Точнее, не современное, а платье-рубашка этого сезона, потому что очень много деталей, которые совершенно нефункциональны. Снова замкнутый образ. Цвет обуви повторяется не просто в цвете пальто, он повторяется в верхнем слое одежды. Это и есть замкнуть образ крайними элементами. То есть, это может быть даже шарф, либо шейный платок, который по цвету совпадает с цветом вашей обуви. Чем дальше эти элементы расположены друг от друга, тем эффектнее будет смотреться ваш образ. Это значит, что если вы замыкаете ваш образ и подбираете цвет обуви к вашей верхней одежде, соответственно, образ будет тем лучше смотреться и производить больше вау-эффект, если ваша верхняя одежда будет укороченной. Хотя любой замкнутый образ смотрится очень-очень красиво. Снова на наших экранах брючный костюм. Я очень рада, что брючные костюмы популярны. В данном случае брюки широкие, это палаццо. А в случае с Максмарой брюки были зауженные книзу, что мне нравится несколько больше. Ну и думаю, что после этого видео многие мои зрительницы окончательно убедятся в магии и универсальности вот такого насыщенного яркого оранжевого цвета. Именно поэтому я так люблю коричневый, точнее рыжий, уходящий в коричневый, он тоже ближе к оранжевому. Но такой яркий оранжевый, он будет прекрасно смотреться летом, он будет прекрасно смотреться в платье Макси длинный, он будет прекрасно смотреться как дополнение, либо просто как аксессуар. Оранжевая обувь, оранжевая сумка, оранжевый платок. Если не идет вам оранжевый к лицу, будьте внимательны. Соответственно, покупаете такой предмет оранжевого цвета, который не будет прилегать к лицу. Но оранжевый летом смотрится потрясающе. Так же, кстати, как и желтый. Эти цвета очень универсальны именно для летнего гардероба. Еще раз тельняшка. И снова вариация на тему тренча. Посмотрите, какая красивая обувь. Подобрана к образу достаточно casual. То есть это джинсы и тельняшка и тренч. Точнее даже парка. Но мне очень понравился образ вот с такой юбкой. Я люблю плессированные юбки. Это витрина магазина Сислый. Юбка мне очень понравилась. Она красивого цвета. Этот цвет редко встречается. Что называется, нужно брать в этом сезоне, в следующем сезоне. Вот таких ментоловых, вот таких нежных голубых. Их уже не будет. Этот цвет очень красиво будет смотреться. С розовым пастельным, с коричневым, как в данном случае курткой. Этот цвет будет очень красиво вписываться в любой гардероб. Он достаточно универсальный, при этом очень редкий. Ну что ж, мои прекрасные зрители, желаю всем поймать свою фэшн-волну, ощущать себя на ней очень комфортно, наряжаться тогда, когда это хочется делать, получать много комплиментов. Мы с вами увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.